Дорогие друзья, мы продолжаем цикл наших передач, посвященных 70-летию окончания войны. Если вы помните, мы в прошлый раз говорили о характере войны, о её особенностях и, конечно, о том, что предшествовало её началу. И мы, не останавливаясь, обозначили одну очень важную тему – тему Пакта Риббентропа-Молотова. Среди международных соглашений кануна Второй мировой войны, наверное, не найдётся ни одного другого документа, который вызвал бы такой повсеместный шок. Речь идёт о том, что с начала 1939 года Сталин принял определённые усилия, я не могу сказать, что эти усилия были титаническими, но определённые усилия для сближения с Германией. Германии это было тоже выгодно – пойти на сближение с Советским Союзом. И вот в августе представительная делегация Германии приезжает в Советский Союз. Во главе министра иностранных дел Риббентроп. Да, Иоахим Риббентроп, министр иностранных дел, возглавляет эту делегацию. Идут краткие переговоры, и второе лицо в Советском Союзе, Вячеслав Михайлович Молотов, председатель Совета министра иностранных дел, заключает с Риббентропом пакт. И в этом пакте самое главное, так, если его читаешь, ну да, нормально всё. На 10 лет, да, на 10 лет. Да, ничего страшного нету. Заключают договор о том, чтобы быть в Европе миру. Но самое главное, это секретные протоколы к нему, в которых сказано, что мы, грубо говоря, не будем возражать, господин Гитлер, если вы захватите Польшу и пойдёте на Запад. А вы не возражайте против того, что мы захватим Прибалтику, Бессарабию и Северную Буковину. Не возражайте. Хорошо, сказали они, и хорошо, сказали мы, и ударили по рукам. И тем самым открыли ворота, настежь, Второй мировой войне, которая 1 сентября 1939 года и началась. Нет нужды напоминать, что предыстория и история Второй мировой войны являются ареной острейшей идеологической научной полемики историков различных идейно-политических убеждений и научных направлений. И вот в этих всемирных научных дебатах о причинах и последствиях Второй мировой войны особенно активное участие принимают российские и польские историки. И это, согласимся, отражает нестандартный интерес обоих народов к поиску ответов на актуальнейшие вопросы. Почему разразилась всеобщая война, которая принесла народам Центральной и Восточной Европы колоссальный ущерб, необычайно много мучительных и трагических испытаний? Почему не удалось предотвратить эту кровавую бойню? Был ли упущен шанс на спасение мира? И если да, то есть был упущен, то кто в этом виноват? Я позволю себе просто, так сказать, быстренько сказать, что в нашей стране вышла книга относительно недавно, в 2009 году, под названием «Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских историков». Очень интересная книга. И ее дополняет, тоже вышедшая в 2009 году, вот эта книга, коллектив авторов во главе известнейшей нашей историк Натальи Алексеевны Нарочницкой и заслуженный дипломат Валентин Михайлович Фалин. Называется книга «Партитура Второй мировой. Кто и когда начал Вторую мировую войну?» Если в самых общих чертах говорить о проблемах предыстории и истории Второй мировой войны, то после 1991 года в историографии и публицистике Российской Федерации сформировались два основных направления, которые можно условно назвать как традиционное и критическое. Приверженцы традиционного направления в основном следуют в своих работах в русле концепции широко известной исторической справки под названием «Фальсификаторы истории». Появилась она в 1948 году. В этот год в США был опубликован секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа. В ответ в нашей стране, в СССР, тиражом 2 миллиона экземпляров, и была опубликована вот эта историческая справка «Фальсификаторы истории». Здесь полностью оправдывалась советская внешняя политика как накануне, так и в ходе Второй мировой войны. Если суммировать оценки традиционалистами всей проблемы в целом, то общий их вывод выглядит так. Инициатор сближения с СССР – нацистская Германия. Советско-германский пакт – шаг вынужденный, но вполне естественный и обоснованный в условиях, когда добиться создания эффективной англо-французско-советской коалиции, не удавалось достигнуть создания такой коалиции. Мол, соглашение с Гитлером позволило, во-первых, вернуть территории, которые когда-то принадлежали России, и расширить свои пределы. Во-вторых, на какое-то время обеспечит СССР неучастие в войне на два фронта. Напомню, на Дальнем Востоке воевали уже, серьезные события были в войне против Японии. В-третьих, пакт сорвал образование коалиции Германия плюс Англия плюс Франция против СССР. Как пишет советский историк Мехков, вернее, наш российский историк Мехков, Советско-германский договор отрезвил в определенной мере правительства Англии и Франции, которые после 23 августа наконец-то поняли, что СССР не позволит сделать из себя мальчика для битья, не позволит вытирать от себя ноги. Мол, у Советского Союза есть свои интересы, с которыми надо считаться. И, наконец, почти два года до 22 июня 1941 года Советский Союз готовился к войне и встретил агрессора намного дальше от своих прежних границ. Вот таковы суммируя позиции традиционалистов. Как оценить? Я думаю, что в этих доводах традиционалистов есть определенное рациональное зерно. Отрицать, так сказать, полностью отбрасывать нельзя. Есть рациональное зерно. Но в целом такой подход традиционалистов встречает серьезные возрождения многих отечественных исследователей данной проблемы. Их аргументация коротко выглядит так. Во-первых, осенью 1939 года Германия еще не имела конкретных планов нападения на СССР. То есть до поражения Франции в июне 1940 года Советскому Союзу не грозила война на два фронта. Второй момент. Англо-франко-германская коалиция была маловероятна из-за непримиримых противоречий между этими странами. Секретные англо-германские переговоры, которые довольно интенсивно шли летом 1939 года, не привели ни к чему конкретному. Третьих. Да, примерно два года СССР был вне Второй мировой войны. И в 1941 году встретил агрессора значительно западнее своих прежних границ. Но это, говорят критики, задержало немцев всего на несколько дней и не спасло СССР от тяжелейших поражений 1941 года. Четвертый момент. Пренебрежение международным правом и фактически, хотя и кратковременный, союз с нацистской Германией нанесли СССР большой моральный и политический ущерб. Да, Советский Союз вернул себе территории, которые раньше принадлежали России. Да, присоединил Советскому Союзу Северную Буковину, которая в состав России никогда не входила. Но все эти приобретения оказались непрочными. Насильственные методы их присоединения и последующая насильственная их советизация породили у населения этих областей сильное недовольство. Впоследствии это недовольство стало одной из причин распада СССР. Очень жесткую оценку последствий пакта Молотова-Риббентропа дал один из самых авторитетных отечественных исследователей истории Второй мировой войны, доктор исторических наук Вячеслав Иванович Дашичев. Он пишет. Он, то есть пакт, означал громадную победу нацистской дипломатии и нанес трудноизмеримый ущерб национальным интересам Советского Союза и остальных стран Европы. Его заключение не было согласовано с Сталином ни с Политбюро, ни с Верховным Советом. Пакт сыграл роковую роль в развитии Европы. Благодаря ему Гитлер смог бросить вермахт против Франции, не опасаясь за свой тыл на Востоке. Произошел преступный четвертый в истории раздел Польши и были установлены сферы влияния между нацистской Германией и Советским Союзом на Европейском континенте. Демократическое и антифашистское движение было сбито с толку и деморализованно развязанная Гитлером война в Европе быстро переросла в мировую. Какими соображениями руководствовался Сталин при заключении пакта Молотова-Риббентропа? Традиционалисты вслед за исторической справкой фальсификатора истории считают, что, мол, пакт Молотова-Риббентропа это вынужденное решение советского правительства с целью А. Обеспечить безопасность СССР Б. Вернуть ранее утраченные территории В. Не допустить одновременного выступления против СССР Германии и Японии И. Г. Предотвратить возможность соединения сил Германии, Англии и Франции в общую антисоветскую коалицию Критики говорят другое Пакт не был вынужденной мерой с советской стороны так как, мол, в Кремле давно стремились к такому соглашению с Берлином Критики убеждены, что международная стратегия сталинского руководства как была, так и осталась задана марксистскими парадигмами то есть марксистскими образцами и, так сказать, примерами А суть сталинской стратегии, мол, определялась расчетом на подрыв капитализма в новой мировой войне Критики резко осуждают внешнюю политику Сталина называют ее экспансионистской мол, осуществить ее было возможно только с опорой на нацистскую Германию а не на западные державы В работах критиков встречается и такая просто экстравагантная точка зрения мол, заключением договора с Германией Сталин, цитирую, стремился узилить военную мощь Третьей Рейха и тем самым добиться затяжной войны войны на Западе, которая обескровила бы обе стороны дав тем самым возможность выиграть время для лучшей подготовки СССР к неизбежной войне в будущем ну, как нам с вами относиться к этой проблеме? я лично согласен с Владиславом Павловичем Смирновым который констатировал к сожалению все эти точки зрения основываются не столько на документах сколько на более или менее вероятных умозаключениях и предположениях потому что Сталин редко говорил о своих тайных замыслах и они далеко не всегда находили отражение в документах по мнению Смирнова наиболее надежным документом для выявления намерений и опасений советского руководства является оперативный план возможных военных действий Красной Армии на 1938-1939 годы его создавал комиссия так сказать под руководством начальника генерального штаба Красной Армии Бориса Михайловича Шапошникова вот этот документ был одобрен Сталином Ворошиловым Кагановичем и этот документ не пересматривался вплоть до августа 1940 года суть выводов Бориса Михайловича Шапошникова наш главный противник на западе но СССР должен быть готов к войне на два фронта и на востоке то есть против Японии и так перед Сталином и его ближайшим окружением в августе 1939 года сложились три возможности для выборов действий первое соглашение с Германией оно давало шанс отсидеться вне войны плюс это соглашение с Германией сулило большие территориальные приращения для СССР вторая возможность соглашения с Англией и Францией это давало шанс заполучить мощных союзников в борьбе против фашистской Германии но данный вариант предполагал немедленное вступление в войну в случае нападения фашистской Германии к тому же Сталин обоснованно не доверял ни Франции ни особенно Англии советская разведка раздобыла инструктаж который получила английская делегация накануне московских переговоров военных миссий проходившие с 12 по 21 августа 1939 года в Москве 117 пунктов инструкции они были выдержаны в духе высказываний знаменитого мюнхенца знаменитого в кавычках конечно Невиле Чемберлена еще в мае 1939 года он сказал возможно Англия и нуждается в некоем соглашении с Советским Союзом но оно будет висеть камнем на ее то есть Англии шеи и второе мы готовы обсудить все нерешенные проблемы на основе более широкого и полного взаимопонимания между Англией и Германией наконец летом 1939 года Невиле Чемберлен этот так сказать закорнелый мюнхенец заявил если Великобритания оставит господина Гитлера в его сфере то есть восточной Европе то он то есть Гитлер оставит в покое нас то есть пусть там воюют а мы будем тихонечко сидеть на западе суть инструкции британского правительства с военной делегацией на переговорах в Москве сводилась к следующему вести переговоры очень медленно британскому правительству представляется представляется нежелательным брать на себя какое-либо определенное обязательство могущее связать нам руки при любых обстоятельствах конечной целью усилий британской делегации объявлялось не заключение военной конвенции от подписания такой общей декларации политического характера и так мы видим что реальной надежды на эффективную помощь со стороны Лондона и Парижа в случае войны Советского Союза вступления в войну против Германии у Сталина не было и это справедливо к тому же значит это подтверждается поведением Англии и Франции в период так называемой странной войны о чем мы сегодня скажем чуть ниже и третья возможность строгий нейтралитет СССР в войне в Европе ну там действительно смотрите с мая 1939 года упорные бои с крупными воинскими контингентами Японии шли в Монголии на реке Халхингол да и строгий нейтралитет не спасал бы Польшу от разгрома и не сулил Москве никаких территориальных приращений наконец вопрос о мотивах действий сталинского руководства этот вопрос тесно связан с политической правовой моральной оценкой советско-германского договора о ненападении и секретных протоколов как нам оценивать эти документы и политику кремлевского диктатора в этих судьбоносных событиях вот этот вопрос остается предметом ожесточеннейших споров полемики для критиков нет сомнений они однозначно и резко негативно оценивают и пакт Молотова-Риббентропа и особенно секретный протокол ну еще советский историк известный Михаил Иванович Семеряга квалифицировал пакт как союзнический договор как договор о взаимопомощи а совместный призыв СССР и Германии к Англии и Франции от 28 сентября 1939 года о прекращении войны по мнению Михаила Ивановича Семеряги являлся еще одним свидетельством того что Советский Союз фактически фактически вступил военно-политический союз с Германией продолжая вот эту линию этих оценок критики утверждают что пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы это сговор двух диктаторов это мол заговор двух тоталитарных государств против суверенных государств Англии Франции Станб Прибалтики целью лишить их независимости и территориальной целостности критики твердо убеждены что пакт Молотова-Риббентропа это фактическое участие СССР до середины 1941 года в войне на стороне Германии против западных союзников критики не сомневаются что фашистская Германия более эффективно воспользовалась соглашением от 23 года более эффективно чем Советский Союз разумеется традиционалисты с такими оценками ну совершенно не согласны суть их возражений такова а секретные соглашения о разделе чужих территорий вовсе не новость в практике международных отношений такое было и до этого и после этого то есть с этой точки зрения секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа не был каким-то из ряда вон выходящим каким-то так сказать феноменальным событием Б да Мол СССР заключил соглашение с нацистской Германией политика которой вызывала осуждение общественного мнения но разве в Мюнхене в конце сентября 1938 года заключая позорное соглашение с Гитлером и Муссолини Англия и Франция значит не аморально себя вели то есть то есть не вам говорить о морали господа на Западе В после мюнхенского сговора СССР должен был защищать только свои интересы так как Англия и Франция по существу отказались от политики коллективной безопасности Г. Да, раздел Польши стал для ее народа трагедией но разве СССР был обязан защищать Польшу которая Польша и не думала о защите интересов СССР Юзеф Бек один из самых видных деятелей предвоенной Польши министр иностранных дел заявил французскому послу у нас нет военного договора СССР мы и не хотим его заключать наконец в исторической справке фальсификаторе истории был сделан однозначный вывод что советско-германский пакт о ненападении явился дальновидным и мудрым шагом советской внешней политики при создавшейся тогда обстановке к аналогичному заключению и сейчас приходят некоторые наши современные историки в частности Михаил Иванович Мельтюхов вот через 60 лет после подписания договора он пишет подписанный 23 августа 1939 года советско-германский договор нападений стал большим успехом советской дипломатии видим как видим диаметрально противоположные оценки ну можно еще много говорить так сказать об этих так сказать спорах и так сказать разногласиях я думаю вам стало ясно что так сказать здесь неоднозначно действительно нельзя сказать вот это черное а это белое вот они во всем правы а это во всем неправы то есть сложность самих мы остановились подробно на этом пакте потому что он сыграл громадную роль во всей композиции войны во всей ее конструкции он высвободил гитлеровский потенциал этот пакт он развязал им руки и они стремительно пошли сначала это было первое сентября тридцать девятого года буквально через неделю на Польшу а потом на запад а потом на запад и вторая мировая война началась вы же знаете как она началась переодетые в польскую форму немецкие офицеры напали на немецкую радиостанцию Гляйвице немцы сказали вот какие они негодяи поляки они нас атакуют и призвали к войне да и мы им отомстим и в течение 28 дней Польша несмотря на выдающийся героизм ее солдат и офицеров несмотря на отчаянное сопротивление была поставлена на колени и вот как раз Альберт Юрьевич говорил о пакте 28 сентября это как раз день когда Польша была Варшава была оккупирована оккупирована и занята а дальше началась ужасная история история нападения на францию операция морской лев борьба против Англии захват Бельгии и других европейских стран порабощение Европы и самое главное объективно что бы ни говори но объективно началось накопление сил Гитлером для войны против Советского Союза а пакт Риббентроп Молотов выдержал такую историографическую атаку потому что ну как это мы сражались с Гитлером мы победили ну как признать что мы его и подвигали к войне как признать это признать было очень трудно и понадобится время и немало споров еще чтобы все-таки сказать да и мы несем свою долю ответственности за развязывание войны до встречи следует облот «все» началось поздまた имало автобус депоп Продолжение следует...